Дорогие друзья, какие агрегаты для накопления энергии вам известны? Если провести подобный опрос, то большинство вспомнит лишь аккумуляторные батареи. А ведь есть ещё маховики и супермаховики, так называемые инерционные аккумуляторы. Устройства, способные накапливать и сохранять огромные объёмы кинетической энергии. Интересным примером является устройство, созданное и запатентованное советским учёным и инженером Нурбеем Гулиа. Так что же такое супермаховик Гулиа? Маховик вы наверное видели, например в часах или на коленвале вашего авто. Он представляет собой массивное вращающееся колесо, способное продолжать вращение долгое время после того, как его раскрутят. Супермаховик это гораздо более совершенное устройство, но с тем же колесом в основе. Для того, чтобы минимизировать потери на трение при вращении, колесо супермаховика помещается в вакуумный кожух или располагается на магнитных подвесах. Примерно такой и была конструкция, предложенная Гулиа ещё в 1964 году и максимально подробно описанная в его книге «Инерционные аккумуляторы энергии». Учёный создал несколько вариантов своего супермаховика, который мог накапливать энергию торможения или запитываться напрямую от электродвигателя и отдавать накопленную энергию с высочайшим КПД 98%. Ни один из существующих двигателей сегодня не способен работать с такой эффективностью. Что касается энергии, которая способен накапливать этот супермаховик, то её во много раз больше, чем способна хранить даже современная аккумуляторная батарея аналогичного размера и массы. К примеру, собранный из современных композитных материалов супермаховик массой 150 кг способен обеспечивать легковому автомобилю до 2 миллионов километров хода. Конечно, первые маховики, изготовленные ГУЛИА, не были столь совершенны, но тем не менее они превосходили по своим возможностям все существующие тогда аккумуляторы. В эксплуатационном отношении устройство тоже показало себя неплохо. Его устанавливали на нескольких образцах общественного транспорта в Курске, а также был изготовлен грузовой автомобиль, в которой движущей силой был супермаховик с мотором-генератором. Казалось бы, у СССР появился уникальный агрегат, способный стать мировой сенсацией и вывести промышленность страны на новый уровень. И все это с минимальными затратами и практически без ущерба для экологии. Но в конце 1970-х годов государственное финансирование проекта было свернуто, а неоднократные попытки ГУЛИА продвинуть его самостоятельно не нашли отклика в правительстве. Так почему же нет? Евгений Золотов в книге «Проклятие аккумуляции» или «Почему не слышно про супермаховик» рассказывает, что инициатором закрытия проекта сначала было Министерство промышленности СССР, а позже его поддержала и верхушка КГБ. На рубеже 60-х-70-х бензин в Союзе стоил копейки, а потому тратится на внедрение супермаховика никто просто не хотел. А с 1973 года из-за нефтяного кризиса стоимость нефти выросла более чем в 4 раза. Изобретение ГУЛИА превратилось из ненужного во вредное, ведь если бы оно попало в Европу или США, то советскую нефть просто перестали бы покупать. Самое что ни на есть угроза государственной безопасности. Здесь около 100 авторских свидетельств, выданных в основном нам на маховики, на устройства с маховиками. Ну, можно сказать, большинство из идей, которые здесь изложены, они опробованы, они сделаны опытные установки, сделаны опытные экземпляры. Почти все из них показали положительные результаты, но чтобы говорить о внедрении в серию, не внедрено ни одного. Субтитры создавал DimaTorzok